Всем привет! Если вы фрилансер, вам наверняка знакома тема этого видео о бесконечных правах. Или если вы подумываете о том, чтобы становиться фрилансером, вот эти кошмарные истории о том, что я работаю часами, получаю копейки, потому что заказчик все недоволен, могут вас останавливать о том, чтобы начинать зарабатывать онлайн. Чтобы у вас не было таких ситуаций, чтобы вы не тратили свои часы по-напрасному или работали себе в убыток, а чтобы у вас была хорошая репутация фрилансера, чтобы у вас были хорошие отзывы, довольные заказчики и адекватный заработок, я и записываю это видео, где поделюсь с вами конкретно, какие фразы использовать, как вести переписки, как презентовать себя как фрилансер, чтобы у вас не было даже запросов, правок, а если они и есть, чтобы вы на них дополнительно зарабатывали. Давайте разберемся, что и как делать. У всех у нас разные виды деятельности. Вы как фрилансер можете предоставлять такие конкретные объективные услуги, к примеру, там страница сайта, ее функционал, есть там у нее эта кнопка или этой кнопки нет, или же вы можете быть дизайнером и предоставлять более субъективные услуги, к примеру, какого цвета или какой формы эта кнопка. Конечно же, если вы относитесь ко второй категории, вам намного сложнее удовлетворить заказчика, потому что это субъективно, кому какая кнопка нравится. Но в этом видео мы разберем, как вести переписку, чтобы в любом случае, даже если это вот такие ситуации субъективного характера, вы выходили с дополнительным заработком, а не с дополнительной головной болью. Первое. Наперво определите с вашей политикой по отношению к правкам, как фрилансер. Вы должны четко на своей страничке фрилансера или в описании услуги, гига, указывать количество правок, которые вы предоставляете бесплатно, или если вообще вы не предоставляете правок за бесплатно. На сайте, к примеру, Fiverr, там есть определенные поля, вы так и выбираете. One revision, revision это правка, или там two revisions are free, бесплатно, ваша услуга их включает, а все дополнительные вы уже даже можете там выставлять расценки за каждую дополнительную правку. Если мы говорим о других биржах, к примеру, на Upwork, вы на страничке своей о себе можете расписать, что вся моя работа включает там такие-то правки бесплатно, или же написать all revisions are subject to an extra charge, или все любые правки уже подлежат дополнительной оплате, это зависит от вас. Я настоятельно рекомендую не брать все эти цифры с головой, сколько права включено, сколько нет, а проанализировать. Если вы фрилансер, наверняка уже сталкивались с тем, что вы выполняете правки, и посмотреть, сколько по времени они у вас занимают, и понимать, сколько это вам стоит. Если вы еще не знаете, сколько стоит час вашей работы, я настоятельно рекомендую посмотреть видео, у меня записано, ссылка на него внизу, о том, как рассчитать и понимать, сколько вы зарабатываете. Потому что, если мы говорим о фрилансе, вы это делаете для заработка, а не благотворительность. Поэтому знайте четко, сколько вам стоит каждая правка, чтобы понимать, на что вы готовы, а на что нет. В первую очередь, давайте убедимся, что вы с заказчиком на одной волне. Для этого можно использовать фразу, к примеру, Можно использовать менее формальную фразу, более короткую. Давайте подведем итоги, давайте резюмируем. И по пунктикам 1, 2, 3 вы расписываете задачи, или же просто через черточку. Вы это все изложили в таком варианте списка. Все ясно, все четко. И убедитесь, что заказчик с вами согласен. Для этого используйте фразу Могли бы вы подтвердить, что все верно. Снова-таки, менее формальный вариант. Или можно даже еще менее формально написать, к примеру, This is right? Все верно? Или is this right? Все ли верно? И можно еще использовать фразу вот в этом сообщении, Мол, если все верно, once confirmed, Когда вы подтверждаете, Можно написать или I proceed, я сразу перейду к задачам, Или I will proceed, я перейду к задачам. Дальше есть два варианта развития событий. Или заказчик с вами согласен, дает зеленый свет, И вы приступаете к работе. Или же вы что-то неправильно поняли, что тоже может быть. Или начинается разногласие по перечню, которую вы предоставили. Всегда начинаем сообщение с такого вежливого по, К примеру, thank you или thanks for your clarification. Спасибо за ваше объяснение, уточнение. I'm sorry for the confusion. Я извиняюсь за неразбериху, за недопонимание. Или I'm sorry, I didn't get it right. Это уже менее так формально, но тоже работает в любой принципе ситуации. Я прошу прощения на то, что не сразу все верно понял. Или менее формальный вариант, самый короткий. I'm sorry, it's my bad. Это моя ошибка, простите. И тогда, когда уже все вы разъяснили, Можно написать фразу Можно запятую ставить перед and или не ставить. Это уже нюансы, граммар лей меня тут поправляет. Когда вы вот все так изложились, Вы уже настраиваете заказчика на то, что вы ему нравитесь. И будет меньше грубой коммуникации, что все-таки мы все люди влияет за темы на качество работы. Теперь снова-таки два развития событий. Или все замечательно, заказчик доволен. Или же, причина по которой мы собственно здесь и собрались сегодня, Заказчик недоволен. И начинаются переписки и требования правок. И вот на этом этапе важно вести профессиональную переписку. Не давать эмоциям, не давать каким-то таким субъективным суждениям Влиять на качество вашей коммуникации. Мой вариант, который я предлагаю вам здесь, звучит так. Как ответить на правки? Я бы с удовольствием предоставил дополнительные правки, Или если мы говорим о сайте, там какие-то features к проекту. Но они уже выходят за рамки того, что мы обсуждали. То, на что мы согласились. Это очень важный момент, потому что вы уже все перечислили. Заказчик это согласился с этим, принял. Поэтому все дополнительные правки уже выходят за рамки. И вы можете так мягенько сказать. Или же если мы продолжаем работу, продолжаем с правками, Тогда мне вот эта фраза, к примеру, I'll have to, как мне придется, да, Попросить вас дополнительную плату, чтобы компенсировать затраченное время. Чтобы я вот эти правки привнес. Это такое сообщение, вы можете модифицировать, как вам удобно. Вы можете его даже сократить. Там, I'd like to proceed. I'll have to ask me additional, там, такую-то сумму. To compensate for the time required. И точка. Но лучше всегда предоставлять причину, почему вы запрашиваете время. Чтобы компенсировать время, какое время, да, Которое вот уходит на то, чтобы я вносил дополнительные правки, На которые мы с вами не соглашались. Вот такого плана сообщения, в принципе, работает. Есть и другие варианты. Не обязательно расписывать, так, скажем, пушно, Такими пушными фразами. They fall outside of the brief upon which we originally agreed. Можно также добавить фразу, к примеру, I hope you understand the fairness. Я надеюсь, что вы понимаете справедливость этого запроса. Или, там, the fairness of my request. Справедливость моего запроса. Это дополнительная такая формулировка. И вы можете использовать вопрос, shall we proceed? Давайте придем к делу. Давайте тогда, как вы соглашаетесь на то, Что я начинаю вносить правку, А вы платите мне дополнительную сумму. Вы, конечно же, если это биржа фриланса, Можете сразу и отправить сумму дополнительную, Чтобы не ждать, пока он согласится. Затем снова отправлять ему запрос, там, custom offer, Или new proposal. И ждать, пока он его оплатит. Можно вот этой фразой, shall we proceed? И с ней же отправить сумму, которую вы запрашиваете, Чтобы ответ заказчика да был приравнен к сумме, Которую вы получаете. Чтобы он уже сразу отправил эти деньги в бирже фриланса. К примеру, если вы работаете на бирже, конечно. Если это напрямую, вы можете invoice прикрепить. Есть другой вариант. К примеру, вы можете, Также начинаем с вежливого thank you. Да, вы можете сказать thank you for your feedback on the project. Спасибо за вашу обратную связь. И здесь вы можете сказать, к примеру, I estimate these further revisions to take, там, столько-то hours. Я так оцениваю, что дополнительные правки заберут столько-то времени. And for this reason, I will need to add a further charge for the project to compensate for the additional time required. И поэтому, да, по этой причине, I will need to add, как, снова-таки, как будто мне надо, вы не хотите, но вот вам надо добавить дополнительную, дополнительную сумму запросить, чтобы компенсировать потраченное время. Или вы можете более кратко сказать, I estimate this further revisions, или this revisions to take, столько-то hours, там, x hours. So I'll have to charge an extra, такая-то сумма, to compensate for the additional time required. Или просто I'll have to charge an extra, такая-то сумма. Shall we proceed, или do we proceed? И таким образом вы и запрашиваете дополнительную плату за дополнительные правки. Все честно. Ясное дело, что предлагать правки не хочется, потому что это, по сути, трата вашего времени. Но если вы предлагаете, допустим, одну или две правки бесплатно, это отображается на вашей страничке фрилансера, большая вероятность того, что заказчик вас выберет, если будет сравнивать с кем-то, кто сразу за любую правку взимает дополнительную оплату. Поэтому снова-таки рассчитайте, чтобы понимать, сколько правок вы можете предлагать бесплатно. И желательно это бесплатно включить в стоимость проекта. Или, когда вы отправляете заявку на проект, вы можете предложить дополнительно бесплатно правки, как приятный бонус. К примеру, там вы расписываете проект, и в конце это включает две бесплатные правки, как приятный бонус. А какая ваша политика по отношению к правкам? Вы бесплатно их предлагаете, или запрашиваете дополнительную оплату? И если да, то на каком этапе? Вот мне интересно понять, когда вы понимаете, что все, финита ля комедия, пора платить. Потому что важно иметь свою политику. К примеру, я ее для себя уже выработала, и советую вам, если это какая-то маленькая работа, которая займет у вас буквально пару минут, вы можете это сделать бесплатно, и я даже советую это делать бесплатно, а в сообщении акцентировать внимание, что вы предоставили эту правку бесплатно, там как приятный бонус. Тогда и вы хороший отзыв получите, и разойдетесь с заказчиком на таких взаимно приятных впечатлениях. Если же заказчик грубый, тогда вы можете просто написать «I don't offer any revisions», я не предлагаю никакие правки, потому что порой вот бывает, вы уже все обсудили, он согласился, и затем все равно с таким гонором на вас, что надо и то, и третье, и десятое, кто знает почему, может быть у него свой босс плохо выспался. Тогда лучше с этим заказчиком долго не коммуницировать, если он соглашается на заполнительную оплату, тогда до свидания. Или же может быть такой вариант, что мы как фрилансеры допускаем ошибку. Все мы люди, все мы совершаем ошибки, в этом случае мы предлагаем правку, как предлагаем, мы ее сразу делаем, без никакой дополнительной оплаты, без никакой дополнительной коммуникации, даже желательно, просто написать, там признать, сказать «Да, извините, I'm sorry», и там «Я уже все исправил», чтобы вы хорошо с заказчиком вели коммуникацию, чтобы и отзыв о вас был оставлен положительный. Давайте теперь подытожим, потому что много нюансов. Во-первых, у вас должна быть ясная политика по отношению к правкам, указывать на своей страничке фрилансера или описание услуги, сколько правок включено бесплатно, или если они не включены, это тоже указывать. Или же, если вы это все не расписываете у себя на страничках фрилансера, по какой-то причине, тогда в коммуникации с заказчиком во время обсуждения проекта указывать вашу политику правок, чтобы не было никаких неприятных сюрпризов. Затем, когда вы обсуждаете проект, резюмировать, какие задачи вы выполняете и убедиться, что заказчик согласился на объем работы, которые вы расписали. Следующий момент, если возникают какие-то вопросы, неясности, вы задаете их в чате, вы убеждаетесь, что вы все еще работаете на одной волне, и когда вы предоставляете работу и получаете какие-то правки в ответ, вы не реагируете эмоционально, вы не пытаетесь с пеной во рту доказать, кто не прав, как правило, да, заказчик. Нет, если вы не правы, вы проглатываете свою гордость, вы совершаете манипуляции, чтобы исправить ошибку, или если появляются новые работы, не просто правки, уже давайте называть вещи своими именами, новые задачи, тогда вы, используя сообщение, которое мы уже с вами сегодня в этом видео обсудили, запрашиваете дополнительную оплату, потому что время, деньги, и вы, как фрилансер, должны зарабатывать, а не работать себе в убыток. Спасибо за просмотр этого видео, если было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, и оставляйте ваши вопросы в комментариях, чтобы я могла делиться своим опытом более предметно. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok